я вам сейчас покажу даже немножко расскажу здравствуйте меня зовут дмитрий танкович мы вернулись после творческого отпуска начинаем новый сезон надеюсь вы этому рады если это действительно так то поддержите это видео чтобы его увидела как можно больше зрителей я думаю вы помните колокольчик лайк репост подписка ну что ж давайте поговорим с иронией сарказмом главных новостях последних дней хотя конечно сделать это будет непросто главным событием этой недели стало происходящее в израиле где террористическая группировка хамас совершил нападение на израильские города хочется поддержать жителей израиля и передать им слова поддержки а еще напомнить что в то время как весь цивилизованный мир борется с организациями подобными хамасу есть страны которые в их лице находят себе друзей вот год назад москве с главарями хамаса встречался лавров да и не только с ними пожалуйста талибан хизбалла талибан хамас и хизбалла россии лучшие друзья даже видите стихотворение получилось это все организации признаны террористическими во многих странах мира причем даже в россии но разве это помеха хорошей дружбы но если уж вспомнили россии то стоит заметить что там на этой неделе было свое главное событие мирового масштаба именно так анонсировал выступление путина на валда и его род дмитрий песков правда событие мирового масштаба в очередной раз выглядела как на эти попытка психически нездорового человека доказать медицинской комиссии что он здоров самым ярким проявлением этого стал рассказ путина о том что же на самом деле произошло самолетом пригожина наверняка висит в воздухе вопрос а что случилось с руководством компании так далее но мы знаем на авиакатастрофе вот мне руководитель следственного комитета докладывал буквально на днях в тело погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат внешнего воздействия на самолет не было это уже установленный факт факт результат экспертизы проведенный следственным комитетом российской федерации к сожалению наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась хотя мы знаем что после известных событий в компании в петербурге фсб обнаружила не только 10 миллиардов наличными но и 5 килограмм кокаина вот классик снова любимая путинская так это не мы это они сами хотя давайте откровенно все надеялись на более интересную версию а тут прям как будто путинские сценаристы объявили страйк и заставили его самого придумывать версию для народа ручные гранат тут конечно можно пофантазировать что же происходило в самолете пригожина по версии путина ну что происходило ну значит и сели пригожины уткин в самолет взлетают и чувствует вот скучной думают а чтоб такого поделать смотрят а у них с собой случайно оказались алкоголь запрещенные вещества и ручные гранаты ну случайно такое бывает когда ты знаете в спешке собираешься в поездку планировал взять теплый свитер бритву и пару запасных трусов а взял алкоголь запрещенные вещества и ручные гранаты ну продолжим и тут пригожин говорит уткину смотри как я умею и давай жонглировать гранаты аутлин говорит да так любой может вот и чеку выдерни из гранаты и тогда жонглируй пригожин в ответ да не вопрос все конец истории после просмотра фрагментов речей путина на волда я решил знаете посмотреть в википедии значение выражения патологическая ложь почему именно такое желание у возникло так вот там можно прочитать следующее патологическая ложь патологическая склонность к сообщению ложной информации сочинению фантастических историй обычно обусловлено желанием индивида обратить на себя внимание других путем доказательства собственной значимости патологические лжевцы могут осознавать что врут а могут и верить в то что говорят правду согласитесь тот случай когда хочется одну прям немного дополнить википедию просто добавить на эту страничку фото путина тем более что на этой неделе у него случился день рождения я искренне надеюсь что последний как он прошел мы сожалению не знаем что им подарили тоже единственный подарок который стал достоянием общественности это конечно подарок от рамзана кадырова который в этот раз решил сэкономить и вообще на него не тратится он просто предложил отменить выборы президента россии в двадцать четвертом году или провести их с одним кандидатом владимиром путин ну класс уверен что когда алина кабаева узнала таком подарки на скал вот что так можно было но если откровенно я думаю что главные подарки путин еще получит от вооруженных сил украины причем получит их и на суше и на море и в воздухе но давайте вернемся на валдай кстати в википедии о патологической лжи можно прикрепить и фрагмент следующего видео где путин назвал одессу русским городом одесса это конечно русский город вот чуть-чуть еврейский как он еще если в одессе назвать одессу одессой то можно отправиться на одессу одесситы прекрасно знаю значение этого выражения с удовольствием отправит туда путина за все что он сделал этому украинскому городу а вообще конечно верх цинизма называть русским город который с упорством бомбишь уже на протяжении полутора лет рассказывая всему миру что таким образом ты защищаешь русских традиционно в своих речах путин затронул и тему так называемых семейных ценностей организатор и вдохновитель всего этого мероприятия только что выступая сказал что вряд ли где-то в европейских странах на первое место среди ценностей вышла бы семья вы знаете во первых я хочу взять под защиту наших наших друзей на у нас много друзей в европе потому что да люди которые считают что традиционные ценности в том числе семейные умерли они ведут себя очень агрессивно особенно в северной америке в европе но людей которые разделяют наши взгляды достаточно много в европейских странах поэтому я бы не стал здесь вот никого делить на оборот старался бы всех объединить на нашей платформе не но правда вот ты смотришь на то что он говорит возникает простой вопрос ну вот почему ну вот почему ты не полетел одним самолетом с пригожи вам бы там настолько было весело вместе вообще традиционные ценности самого путина уже давно всем известны я думаю вы помните самым в разводе живет без оформления брака с другой женщиной вот от тех это скрывает как скрывает и всех детей которые то ли появились от этой женщины то ли какой-то другой а может и даже не от женщины а в своем дворце в геленджике у него есть комната стриптиза и снова непонятно ни для кого ни для каких целей вот такие они путинские семейные ценности если говорить серьезнее то можно напомнить что в россии один из самых высоких уровней разводов в мире а каждое пятое убийство и каждое третье изнасилование происходит прямо внутри семьи поэтому мне хотелось ответить путину чебы корова мычало но вот он меня опередил председатель евросовета шарль мишель недалеко вчера в интервью сказал россии предала армянский народ он сказал шарль мишель председатель европейского совета знаете у нас в народе говорят чья бы кобыла мычала а твоя вам молча рова корова кобыла неважно животное короче какой чья бы кобыла мычал я напомню что именно этот товарищ убежден что именно он должен определять новый миропорядок конечно же в своих речах путин не забыл про украину озвучил новые цифры украинских потерь во время контрнаступления в этот раз украина за время контрнаступления потерял 1900 бронемашин различных модификаций но это почти в 10 раз меньше той цифры которую он оценивал потери в ссу бронетехники за месяц до этого потери большие там по танкам 543 танка уже потеряли по бронемашинам разных классов почти 18 тысяч и и так далее украинские подразделения потеряли уже свыше 90 тысяч человек это это санитарные безвозвратные потери 557 танков 1000 почти 1900 бронемашин различного класса наверное знать такой новый жест доброй воли от российской федерации типа за это время россия восстановила большинство подбитой украинской техники вернула украине хотя я думаю что коношенков который уже кстати давно не показывает по телевизору во время этих слов путина поднял свою хмельную голову посмотрел в телевизор и сказал а я такие вещи горел гораздо убедительнее но не только коношенков уверен что может быть убедительным маргарита симоньян нашла способ победить всех и сразу мне тут один умный человек рассказал то о чем я никогда не догадывался не знала я же не разбираюсь в этом всем я не военный эксперт я знаете дура баба в футболе ничего не понимаю и вот человек он инженер радиоэлектроник говорит мне а ты знаешь мы это знали еще в советское время что если произвести сотнях километрах на нашей же территории день над сибири термоядерный взрыв например ядерный взрыв то ничего не будет на земле ничего такого страшного не ядерные зимы которые все боятся не чудовищной радиации которую умрет всех убьет всех вокруг а кого не убьет те умрут течение 10 лет от онкологии этого ничего не будет а что будет так это будет выведена из строя вся радиоэлектроника вся цифра все спутники вот эта камера на которой меня сейчас снимают вот телефон который рядом со мной лежит все мы вернемся с вами в год эдак какой-нибудь девяносто третий проводные телефоны душечка или уже не душечка была я не помню в телефоне автомате я вам скажу чудесно же жили чудесно же жили девяносто третий год я хочу напомнить что именно российская власть завидной постоянностью пугает свой народ возвращением именно в девяностые помните вы хотите чтобы было как 90 но оказывается что больше бояться не стоит чудесном же жили во вторых после увиденного возникает ощущение что маргарита симоньян последнее время все чаще заезжают гости к митию медведеву и та фигня что у медведева вот она оказалась заразной третьих маргарита не учла что если вывести из строя всю электронику то значит перестанет работать и солярий который она судя по всему ходит последнее время все чаще и чаще наверное пытается забронзовить еще при жизни таким образом поставить самой себе памятник есть еще один вариант что такой цвет лица связан с тем что уже ее даже родная печень стала слушать то что она говорит и решила ей отказать что интересно более 23 тысяч человек подписали петицию с привлечения о привлечении симоньян к ответственности за предложение взорвать ядерную бомбу над сибирью даже один из российских депутатов потребовал сделать это в ответ бронзовая птица написала заявление с просьбой привлечь его к ответственности за клевету цитата за то что он не только подал на меня заявление но и написал что я предложила нанести ядерный удар по территории рф никакой подобной гереси я разумеется не предлагала и предлагать не могла конец это вот у нее еще и проблемы сколько срочной памятью но не только ударить по россии по сибири мечтают в россии гуляйтер оккупированной запорожской области евгений балец к рассказал что в финляндии странах балтии польши живут российские подданные эти территории нужно возвращать силой русского оружия российская империя когда шатнулась после большевистского переворота и пошла по другому пути развития потеряла очень много своих подданных я сейчас про земли не говорю это само собой я понимаю что это и варшава и гельсинфорс хельсинки и и ревель и лейпая и само собой прибалтика вся это все наши земли и наши люди там живут то что из них сейчас сделали стадо бессловесная тварей дрожащих то мы должны это поправить и поправим мы это силой русского оружия знаете мне кажется что это видео стоит пересматривать жителям европы каждый раз когда вдруг вновь возникает усталость от происходящего и появляется мысль а может больше не стоит помогать украине может стоит договориться с путиным и пока болецкий мечтает нанести удар по европе его коллега по распаду личности депутат госдумы сергей миронов решил добить российскую систему образования прямом смысле этого слова сергей миронов предложил ввести в школах предмет важные дела где дети смогут делать окопные свечи плести маскировочные сети и многие другие полезные вещи для войны вы знаете что с 1 сентября 2022 года в школах проводятся занятия разговор о важном а вот мы предлагаем а может быть сделать еще и важные дела школе ну например почему бы школьникам не научиться вязать маскировочные сети почему бы не начать делать окопные свечи и многие другие полезные вещи для наших воинов и снова мне кажется что миронов настоящий истинный российский патриот этим предложением он решит сразу несколько насущных проблем во первых нехватка учителей в россии теперь будет не страшно но они вообще будут не нужны во вторых вместо учителей в школу можно будет пристроить российские самовары я имею ввиду тех кому повезло вернуться с так называемое слово правда без физиологических систем передвижения и хватания ну без рук без ног а в третьих можно будет завершить реформу российского образования в школах после чего расписание российского школьника будет выглядеть ну вот примерно так значит 808 45 поднятие флага исполнения гимна россии 845 900 перемена молитва в школьном храме рпц 900 945 урок разговора важном просмотра передачи соловьева и симоньян 945 100 перемена исповедь в школьном храме рпц действие 010 45 урок важные дела плетение маскировочных сетей 1045 1100 отпевание в школьном храме рпц выпускников не вернувшихся со своего 1101 45 мобилизация призыв российскую армию те кто что-то ляпнул на перемене исповеди знаете можно и дальше продолжать расписание но только смысл мне кажется в любой нормальной стране депутат предложивший плести в школах маскировочные сети немедленно был бы отправлен ну как минимум на наркологическую экспертизу но случае мирона уверен что он еще за свое предложение получит государственную награду но если бы только он один добивал образование в россии это уже стал знать такой национальной программы вот вам еще одно подтверждение на контурных картах по географии для 10 11 классов северную америку переименовали в англосаксонскую а южную в латинскую также там упомянуты великая прекрасная россия зарубежная европа и зарубежная азия посмотришь на это и думаешь все так сложно но взяли бы просто убрали с контурных карт ненавистную америку из страны европы и рассказали бы детям что россия уже давно всех победила хотя с другой стороны возможно скоро и никому будет рассказывать число рождений детей в россии продолжит снижаться в ближайшие три года и упадет до уровней которых страна не видела с царских времен такой прогноз российские власти заложили в проект бюджета социального фонда по этому прогнозу число рождений детей опустится ниже 1,2 миллиона в год это минимум с рубежей внимание 18 19 веков при этом двадцать втором году россиянки избавились от миллиона семьсот девяносто пяти тысяч нерожденных детей туда же комментировать нечего популярная российская фраза бабы еще нарожают вскоре будет изменена бабы еще потерпят не время рожать да конечно есть еще те кто готов завести детей в россии но тут тоже интересная тенденция вот смотрите 25 процентов из 100 самых популярных имен новорожденных москве арабского происхождения данный загса первую половину двадцать третьего года помните был момент когда многие россияне смеялись над тем что самое популярное имя в лондоне или париже мухаммед ну-ну лет через пятнадцать первом классе российской школы возможно будут возникать такие истории так дети знакомятся в первом классе как тебя зовут ваня ухо как ваня ахмед мухаммед и долгим идите сюда смотрите тут у парня такое имя необычное ваня слушай ваня что тебя за имя-то такое странное в плане ты что не русский да можно конечно удивиться этой новости из московского загса и спросить а где же русские имена почему их не дают детям но ответ то простой чтобы дать имя ребенку нужно чтобы он родился а для этого нужны мужчина и женщина правильно а за последние полтора года русские мужские имена все чаще выбиты на камни ну или на обычной табличке если денег на памятник нет да и не только русские я думаю что когда путина будут судить гаги за геноцид украинского народа к обвинению добавится статья за геноцид русского народа и других народов российской федерации кстати не только войной путин добивает россию во время его речей на валдае и рассказами о том в том числе о том что российская экономика растет а доллар скоро рухнет он таки рухнул ну правда не доллар рубль упал снова до 100 рублей и конечно же сразу были приняты беспрецедентные меры кремль взял вот и призвал россиян не обращать внимание на доллар по 100 рублей об этом заявил дмитрий песков мне кажется что это прекрасная тактика можно было бы сразу призвать россиян не обращать внимание на падение личных доходов за на несправедливость судов отсутствие свобод вот так не обращаешь внимание и все тебе жить сразу легче ничего тебя не беспокоит все тебе в этой жизни хорошо а можно еще не обращать внимание что 24-м году траты на оборону в российском бюджете впервые превысит расходы на социальную политику почти 40 процентов госбюджета рф в двадцать четвертом году уйдет на статьи национальная оборона и нацбезопасность самая миролюбивая страна в мире тратит почти 40 процентов всех денег которые у нее есть на войну но есть в российском бюджете и позитивные изменения в бюджет путинской россии заложили рекордные 76 миллиардов дохода от рабского труда заключенных пожалуйста а еще правительство рф запланировала штрафовать население и бизнес на рекордные 440 миллиардов рублей эта статья тоже отражена в новом бюджете классно посмотрите добывающая и обрабатывающая промышленность в россии приходит в упадок но на смену приходит что правильно штрафа добывающая промышленность и зэкообрабатывающие которые еще уже сейчас показывают уверенный рост может быть и у вас появятся варианты подобных новых статей российского бюджета напишите об этом в комментариях а еще если кому-то покажется что в россии не все хорошо то вы ошибаетесь россия сейчас переживает золотые времена во всяком случае так считают российские пропагандисты в нашей стране все прекрасно если мы говорим о золотых временах мы как раз сейчас их переживаем потому что зарплата это уже это уже золотые времена золоте золоте я не знаю что дальше было это платье нет предела совершенства а вот смотрите водо ритя вот разговоры про то что в стране все плохо это очень странные разговоры, потому что простому рядовому человеку что нужно, чтобы заросли зарплаты, а они растут, и там очень большой рост реальных зарплат, там около 10% в реальном вычислении за вычетом инфляции. Доходы растут, пенсии растут. А насколько там подорожали апельсины, бананы, да, это важно, но если рост зарплат перекрывает рост бананов, цены бананов, то большому счету человеку не важно, как они выросли. Если рост зарплат превышает цену бананов, значит все хорошо. Уверен, эта фраза войдет в новые учебники экономики Российской Федерации. А еще этот эксперт забыл объяснить, за счет чего произошел рост доходов населения России. Нет, это не связано ни с каким экономическим ростом в стране, его нет. Просто выплаты сотням тысяч семей, так называемых гробовых и высоких зарплат мобилизованных в среднем по стране, я лучше так, в среднем по больнице, и дали статистический рост доходов населения. Если Путин не успокоится, в следующем году тоже будет зафиксирована рост доходов. Хотя, с другой стороны, может уже и выплачивать не будет кому. Ну, а чтобы никто из россиян не задавал неудобных вопросов по поводу бюджета, да и вообще неудобных вопросов, Российский Государственный Социальный Университет разрабатывает систему социального рейтинга под названием «Мы». РГСУ проведет тестирование аналога китайской системы социального рейтинга. Проект «Мы» предлагает связать социальный рейтинг с персональными данными, такими как СНИЛС, ИНН, паспорт и номер телефона, а также система будет учитывать различные аспекты жизни, такие как образование, наличие детей, источники дохода, льготы, финансовая заложенность, судимость, участие в общественной жизни, госнаграды, знание языков и так далее. В общем, прекрасная идея, смотрите, как будет. Пошел на СВО, рейтинг тебе подняли. Лайкнул антивоенный пост в сети, рейтинг опустили. Три раза лайкнул, все, у тебя уже отрицательный рейтинг. И все, тебе уже не только не дают кредит банки, ты уже не можешь устроить ребенка в садик, купить проездной на метро или даже купить в магазине еду. Думаете, я утрирую? Ну, давайте подождем, посмотрим. О многом еще сегодня можно было бы рассказать, например, о том, что Российскому фонду защитники Отечества выделили грант в 5 миллиардов рублей из бюджета. Этот фонд запомнился тем, что ему уже выделяли 1,3 миллиарда рублей, из которых больше миллиарда пошло на зарплаты сотрудникам. И только 3% нам нужны ветеранам войны. А то, что фондом руководит Анна Цивилева, жена губернатора Кемеровской области, которую называют, кстати, двоюродные племянницы Путина, так это так, совпадение. Я мог бы вам рассказать о том, что православный фонд храма нерукотворного образа Христа Спасителя в Сочи тратил пожертвования на шампанское, креветки и плавки. В целом за два года они потратили почти 2 миллионов рублей из пожертвований. Ну, наверное, вот так выглядит Божья благодать. Можно было бы рассказать про Рогозина, который излечился от героического ранения в область пятой точки и получил большую должность и стал сенатором от оккупированной части Запорожской области. Вот умеет человек найти приключения на свою задницу. Если в первый раз все закончилось только ранением, кстати, возможно, именно поэтому на всех фото и видео Рогозин теперь представлены исключительно стоя. Но в случае, когда он стал сенатором от оккупированной Запорожской области, он рискует свою задницу не найти. Потому что все гуляетры заканчивают одинаково. Но не стану вам про все это рассказывать, просто напомню, что в момент, когда Путин на Валдае рассказывал о величии России, о том, что он никакую войну в Украине не ведет, в этот момент российская ракета ударила по поселку Гроза Харьковской области. Погибло более 50 человек, в том числе ребенок. И нет, это не была военная база ВСУ. Нет, это не было скоплением военной техники или личного состава. Это был поминальный день, когда прощались с украинским защитником его односельчане. А еще хочу вернуться к тому, что произошло в Израиле. Ужасные кадры совершенных террористами преступлений облетели весь мир. И вы знаете, жители Украины, глядя на эти кадры, ловили себя на мысли, что все это они уже видели. Расстрелянные мирные жители в автомобилях, разрушенные ракетами больницы, взятые в заложники женщины, старики, дети, даже украденные трактора. Все это до боли напоминает произошедшее в Буче, Ерпине, Мариуполе. Почему-то получается так, что все террористы очень похожи друг на друга. В своих желаниях, поступках, в стремлении уничтожать светлое, доброе, настоящее. Может быть, наконец пришло время людям, организациям, странам, которые не готовы это больше терпеть, которые готовы с этим бороться. Может быть, пришло время объединиться. Подумайте об этом. На сегодня это все. Поддержите это видео лайком и обязательно подпишитесь на канал. Давайте пообщаемся в комментариях. Слава Украине! Жюри Беларусь. До встречи!